Добрый день, это спецпорядок «Пограничная зона». У нас в гостях господин Сарид Шафиев, директор Центра анализа международных отношений Азербайджана. Здравствуйте. Здравствуйте. Сказать, что день добрый – это такое спорное выражение, потому что идут боевые действия. Могли бы вы в первую очередь просто сказать, на данный момент позиция Азербайджана в чем? Потому что армянская сторона уже обвинила, естественно, Азербайджан в начале этих событий. Более того, всю неделю мы видели какие-то информационные поводы, появлялись с азербайджанской стороны тоже. Даже в моих эфирах говорили о том, что начнется война. Вы знаете, это дело началось достаточно давно. В марте 2019 года министр обороны Армении Давид Танаян объявил о новой концепции, новой военной доктрине, новая война за новые территории. Это было сказано 30 марта на встрече с армянской диаспорой в Нью-Йорке. За несколько недель до этого премьер-министр Армении попытался изменить формат переговоров минской группы, потребовав включить в нее третью сторону. И она была отвергнута не только Азербайджаном, но и минской группы ОБСЕ, сопредседателями. Потому что сам цель переговоров и мандат минской группы ОБСЕ это определение статуса Нагорного Карабаха. То есть она будет, как говорится, представлена армянскими, азербайджанскими общинами на каких-то дальнейших этапах переговоров. Но сейчас переговоры ведутся между двумя сторонами. И это было определено еще в марте 92-го года, когда образовывалась Минская конференция, которая в Минской конференции есть минская группа. И вот институт сопредседателя в виде Франции, США и России. Важным еще моментом является, опять же, если мы говорим о Нагорном Карабахе, так заявление Пашиняна 5 августа в Ханкенде, то, что армяне называют панакертом, где он, выступая, опять же, перед армянской толпой, он сказал, что Нагорный Карабах является Арменией точка. То есть Армения для себя определила статус. То есть если одна сторона переговора говорит, что в принципе статус определен, о чем мы говорим? Ну и очень важным моментом является и вот серия провокаций на дипломатическом фронте. В марте и в апреле 2020 года МИД Армении неоднократно заявил, что на столе нет никаких переговоров. Хотя всем известно, что последние 10 лет с 2009 года переговоры ведутся вокруг так называемых мадридских принципов. И об этом, кстати, им напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в фонде Горчакова, если не ошибаюсь, 20 апреля. То есть если мы в переговорном процессе, одна сторона заявляет, что не о чем говорить, у нас нет никаких документов, то есть в мусорную корзину выброшен по крайней мере 10-летний срок переговоров, то есть это с 2009 года. А если посмотреть на сами мадридские принципы, это результат переговоров фактически с 1994 года, потому что сами мадридские принципы, это поэтапное урегулирование, это обсуждалось еще в 90-е годы. То есть мы пришли к моменту на сегодняшний день, что после 26 лет переговоров армянская сторона заявила, что на столе нет никаких документов и более того, Пашинян выдвинул всем предусловий для возобновления переговоров, что, кстати, недавно, совершенно, может быть, неделю назад, сопределители Минской группы ОБСЕ, выступая, сделав заявление, отметили, что надо возобновить переговоры без предусловий. То есть я хочу сказать, что вот сейчас можно обвинять азербайджанскую сторону во всем чем угодно, то есть армяне, естественно, будут это делать, армянская сторона, но если посмотреть на историю последнего полтора года переговоров, я уже не говорю о таких провокациях, как то, что Пашинян поехал в Шушу и там проводил инаугурацию, о том, что совершенно недавно было объявлено, что парламент так называемой этой местной власти оккупационной будет переведен тоже в Шушу, это все же исторический азербайджанский город и он имеет значение знаковое для всего Азербайджана. Более того, и сопредседатели относятся к Шушу, тоже там особое отношение к этому городу. Поэтому супруга президента Пашиняна в прошлом году заявляет, что надо готовиться к миру, надо готовить призыв к женщинам о мире, а буквально в прошлом месяце она с автоматом в руках проводит военные тренировки, учения на оккупированных территориях. То есть, я опять же говорю, она естественно, армянские националисты будут обвинять Азербайджан во всем, чем угодно, но факты вещи прямые. Но вы говорите про события, которые были в течение полутора-двух лет или после прихода Николы Пашиняна к власти. Почему сейчас? Можно ли говорить, что это на самом деле война Азербайджана за Карабах, а не какая-то там контрнаступательная операция? Нет, на самом деле там провокации были и до этого. Если вспомнить, что буквально несколько дней назад на прошлой неделе был убит военнослужащий Азербайджана в районе Тавуза. Убиты военнослужащие Армении, если я не ошибаюсь, две недели назад. Да, но это не в результате, по-моему, Азербайджанска. Это там внутри произошла эта стычка. В любом случае, можно посмотреть, что после Тавузских событий были провокации со стороны Армении. Вы знаете, они говорят, что если они говорят, что это мы начали. Зачем они ополченцев собирали? Это буквально было объявлено 10 дней назад, что в Армении собирают ополченцев. Для чего собирают ополченцев, если армянская сторона не готовится к широмасштабным военным действиям? То есть очевидно, что Армения к этому готовилась. И, конечно, в Азербайджан, вопрос сейчас обсуждается, каков размер ответа Азербайджана. Да, в этот раз это будет широкомасштабная военная операция в ответ на провокацию. То есть это не будет... Военная операция, это и вдоль границы, это применение какой-то, я не знаю, серьезной очень военной техники. В чем заключается? Нет, вдоль границы ничего не будет. Нам не нужна армянская территория, это однозначно. Поэтому вот во время событий в Таузе, если вы заметили в июле, азербайджанская сторона не проводила никаких наступательных операций, хотя могла бы, как это было в апреле 16-го года, а Пашинян это выдал как за победу, за военную победу Армении. Он даже такой тезис там произвучал, что в 16-м году, значит, прежний режим, он потерпел поражение, а вот я в июле 20-го одержал победу над Азербайджаном. У Азербайджана нет никаких тактических или же там других преимуществ разворачивать, значит, военные действия в Таузе. Поэтому и июльская провокация была. Кстати, об этом достаточно симпатизирующие иногда, скажем, из Москвы заявления идут, то есть в армянскую сторону. Но даже в этом заявлении по поводу тавусских событий было отмечено, что там была попытка с армянской стороны установить новый пост. Поэтому, я опять же говорю, нам на границе международной признанной границе делать нечего, то есть я имею в виду Тауз, если только, конечно, оттуда не будет какая-то штабное проникновение на азербайджанскую территорию. Поэтому операция азербайджанских вооруженных сил будет на территории, признанном международным сообществом, как территория Азербайджана, это Нагорно-Карабахский регион и другие окружающие регионы. Какой вы видите сейчас в этом кризисе роль Минской группы или других международных посредников? Вы знаете, они исчерпали свой, как говорится, миротворческий запас. Я скажу почему. То есть когда миротворцы, как всегда, это классическая теория посредничества, да, она утверждает, что посредники должны быть нейтральными. Я, это все понятно, мы работали над документами. В 2009 году был разработан, как я уже сказал, updated, то есть обновлен, обновлены мадридские принципы. То есть они, Минская группа, и мы, Армения и Азербайджан, пришли к какому-то знаменателю, то есть это мадридские принципы. И до этого, как говорится, Минская группа ОБСЕ, сопредседатели, они всегда старались делать балансированные заявления. Делают они сейчас. Но сейчас она, вы знаете, уже когда фактически армянская сторона перечеркнула работу сопредседателя Минской группы, конечно, мы ожидали более решительного, более обсуждающего заявления, чем то, что мы услышали несколько дней назад со стороны Минской группы. Поэтому, конечно, я не ожидаю ничего существенного, что они могут предложить. После апреля 2016 года были много разговоров, что будут существенные шаги, так называемые субстантивные переговоры. А что мы увидели? С 2016 года по сегодняшний день армянская сторона с помощью третьих государств тоже укрепляет свои военные позиции на оккупированных территориях. То есть, фактически она пыталась выиграть время. Кстати, и Пашинян тоже. Ведь Душамбе в январе 2019 года говорилось о том, что нам нужно время, что у него там внутренняя ситуация сложная, что он находится под давлением так называемого Карабахского плана предыдущего режима. Им нужно время. И когда разберемся, мы приступим к более, так скажем, субстантивным шагам. Но тоже, опять же, Армения выиграла еще фактически два года, полтора года для укрепления своих позиций. Но с обеих сторон гибнет мирное население. Насколько это все-таки выход в военные действия? Ну, вы знаете, конечно, как бывший дипломат, как представитель сейчас аналитического центра, не хотелось бы, конечно, чтобы никто гиб, не было жертв ни с той, ни с другой стороны. Но, к сожалению, есть реальности. Вы знаете, часто вот сопредседатели говорят о том, что нужно все решать мирным путем. Но, по крайней мере, две страны-сопредседатели, и Россия, и Соединенные Штаты, они прибегают к военным действиям, иногда не колеблясь. Это мы видели, к сожалению, и то, что происходит в Грузии, и на Украине, и то, что на Ближнем Востоке. То есть, когда национальные интересы диктуют, они прибегают к военному решению. Конечно, в идеале оно, это очень плохо, но реальность, к сожалению, я говорю, все исчерпано. Да, два уточнения по поводу роли России. В первую очередь, сейчас проходит учение «Кавказ-2020», поэтому немножко странно, что начались боевые действия в Карабахе. Но, тем не менее, вы не думаете, что это может привести к российским миротворцам? Российским миротворцам? Ну, в пакете мадридских принципов есть развертывание миротворческого контингента. Если действительно Россия заинтересована была в урегулировании конфликта, значит, надо было давить на ту сторону, которая отказалась от мадридских принципов. И тем более, что, скажем, было странным, что во время Тавусских событий, буквально после Тавусских событий, военный груз из России шел в Армению, притом достаточно значительный. Наша сторона не принимает объяснение, что это был строительный груз. Строительный груз можно было бы перевозить через территорию Азербайджана, так скажем. То есть, военный груз, он не является военным грузом, поэтому обходили территорию и Азербайджана, воздушное пространство, и воздушное пространство Грузии и так далее. То есть, там был груз военного назначения. И, естественно, когда в такой ситуации, я говорю, опять же, надо было оказывать давление на ту сторону, которая отказалась от мадридских принципов. Ну, надо было возможно, но вопрос остается. Почему, на ваш взгляд, как уже аналитика, в разгар учений российских, есть ли связь, происходит вот такое возгорание? Я здесь особой связи не вижу, разве что Армения, вот развернув очередную провокацию. В принципе, Тавусские события тоже, вы знаете, сразу после них начались военные учения. Россия с Арменией совместные, притом они были такие узконаправленные по противодействию дроном. Вот этот связь, может быть, с этой стороны проглядывается, что провокация совершена именно тогда, когда проходит военное учение России. Азербайджан не боится участия России? Какого-то? Я не говорю прямого столкновения, конечно. Вы знаете, мы пришли к той точке, что действительно вопрос откладывать, скажем, если одна сторона фактически, я говорю, отказалась полностью от переговоров, мы давно готовы к военным действиям, а если какие-то геополитические силы тоже вмешаются, я думаю, что будут последствия, как говорится, для всех сторон этого конфликта. У Азербайджана тоже есть страны, которые поддерживают Азербайджан в деле восстановления территориальной целостности. Поэтому, мне кажется, в этой ситуации мы занимаемся чем? Тем, что принуждаем Армению к миру, этим занимались, вот вы и сказали, такой термин, кстати, выдуман был в Москве, операция по принуждению мира, и в Вашингтоне, кстати, тоже часто звучит термин «peace enforcement». Поэтому, как говорится, я думаю, что… Точнее, что Москва тогда никого к миру не принуждала. Да. Скажите, вы упомянули последний вопрос, я понимаю, что у вас мало времени. Вы упомянули сторонника Азербайджана, естественно, речь в первую очередь идет про Турцию, и Турция недавно на самом высшем уровне, когда был таузский кризис, прямо заявила о военной поддержке Азербайджана в случае какого-то конфликта сейчас Турция с Азербайджаном? Турция всегда была с Азербайджаном, это не секрет, и это помогает сбалансировать, скажем, геополитическое равновесие в нашем регионе, если выразиться дипломатическим путем. Однако хочу подчеркнуть, что… И опять ссылаюсь на события апреля 2016 года. Тогда тоже была провокация, и Азербайджан дал ответ на эти провокации, освободил часть своих территорий. Я знаю, сейчас намекают, что Турция дала, как говорится, поддержку Азербайджану, но мы в 2016 году и, как говорится, сами справились с Азербайджаном. Турция же тоже проходила параллельно, как я знаю, военная техника осталась на месте. Да, 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 но я хочу сказать, что в 2016 году мы сами освободили свои территории, и мы приостановили военные действия по просьбе России, потому что звонил, это всем уже известно факт, об этом говорил министр обороны Азербайджана, что были звонки с высшего руководства России, мы приостановили действия, и мы ожидали, что действительно будут какие-то субстантивные шаги. Да, этот конфликт не приносит ни пользы ни армии, ни Азербайджану, но я говорю, подчеркиваю еще раз, других опций на столе нет. Сейчас звонки не помогут? Я думаю, что нет. Спасибо большое за интервью, и мы в Грузии находимся, и, честно говоря, для Грузии очень важно, чтобы на Южном Кавказе все-таки был мир, не знаю каким образом, но каким-нибудь. Поэтому мира... Для нас всех важно. Спасибо большое. Это был посол Фарид Шафиев, проект «Пограничная зона». Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok